Привет, с вами Сойер и это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня мы поговорим про CMake. Это утилита сборки проектов, которую мы будем использовать в будущих видео для сборки различных приложений. Особенностью CMake является то, что это кроссплатформенная утилита. То есть она может быть запущена как на macOS, так и на Windows, так и на Linux. То есть собирать один и тот же проект в зависимости от окружения она будет с учетом этого самого окружения. Давайте для начала познакомимся с общим алгоритмом работы CMake. Первым делом нам необходимо сформировать наш проект, то есть написать те исходные коды, с которыми мы будем работать. Для того, чтобы правильно и корректно собрать проект на разных платформах, нам необходимо описать. Описать, что мы хотим получить на специальном языке. По сути это DSL для построения, для сборки нашего проекта. То есть CMake, он использует этот файл для того, чтобы сделать всю подготовительную работу, необходимую для сборки конечного продукта на целевой системе. После того, как мы сформировали наш проект, мы можем перенести его на наше окружение и с помощью команды CMake сформировать уже непосредственно те файлы, которые будут участвовать в сборке под конкретной платформой. Во-первых, это будут исходные коды, которые будут сгенерированы с помощью правил, указанных в CMake lists и созданы на основе наших исходников. Сюда будет добавлена необходимая информация в соответствии с тем, что мы сформируем и укажем в файле CMake lists. Кроме этого, будут сгенерированы скрипты платформенно-зависимые, которые будут участвовать в сборке проекта и, собственно, они будут являться основой сборки. После того, как мы сделали первый шаг, можно запустить сборку. Это CMake build. В рамках сборки у нас будут получены уже конкретные бинарники. Здесь нужно понимать, что целью сборки может быть как построение библиотеки, так и построение исходника, который мы будем выполнять. Кроме этого, предусмотрена возможность прогнать тесты после того, как пройдет сборка и сформировать конечный пакет. Он может быть как пакетом для инсталляции, так и непосредственно набором инструкций для того, чтобы раскидать собранные файлы по нашей файловой системе. Таким образом, в сборке проекта с помощью CMake есть четыре основных шага. Первое – это непосредственно конфигурирование. Второе – это сборка. Третье – тестирование. Это опциональный шаг. Он может выполняться, может не выполняться. Ну и последнее – формирование пакета или инсталляция. Давайте назовем его install. Ничего сложного в алгоритме работы CMake нет. Давайте посмотрим на простейшем примере, как все работает на практике. В соответствии с нашей диаграммой, самый первый шаг, который мы должны сделать – это подготовить исходники. В нашем случае проект будет очень-очень простой. И мы сделаем просто программу hello, которая выводит на экран слово hello. Я думаю, на языке C вы подобную программу видели уже миллион раз. И поэтому пояснять что-либо здесь нет необходимости. Второй шаг – это формирование файла CMake.list.txt. У нас тоже этот файл будет крайне простым. В реальности эти файлы значительно сложнее, чем то, что вы видите на экране. Они используют, как я уже говорил, свой язык, который описывает ту цель, которая должна быть получена в результате сборки. В нашем случае это просто команда первая указывает на ограничение по версии. То есть собирать мы будем наши исходники с помощью CMake версии 3.5 и выше. Далее идет название проекта. Проект называется hello и написан он на языке C. А вот третья команда – это как раз та цель, которую мы преследуем. В нашем случае мы хотим сделать исполняемый файл. Второй вариант – это библиотека. То есть мы могли бы собрать вместо исполняемого файла библиотеку. Но в нашем случае исполняемый файл будет называться hello и использоваться для его сборки будет исходник hello.c. Стандартной практикой в сборке программ с помощью CMake заключается в том, чтобы выполнять сборку в директории build. Поэтому мы создаем директорию build и переходим в нее. Дальше – этап конфигурирования. Для этого мы запускаем CMake две точки. Никаких параметров мы сюда не передаем. Две точки указывают на то, что файл CMake list лежит на один уровень по директориям выше. Конфигурирование такого простого проекта не занимает много времени. И все основные шаги по генерации вспомогательных скриптов и исходников выполнены. Дальше мы можем просто запустить CMake –build и указать точку как отправную директорию для построения бинарника. И вот, собственно, практически мгновенно мы получили наш файл hello. И в реальных проектах на этой стадии могло бы возникнуть много ошибок и проблем, которые пришлось бы решать. Но в нашем случае все очень-очень примитивно, все очень просто, поэтому без всяких ошибок все прошло. И теперь, если мы запустим программу hello, то на экран будет выведено соответствующее слово. По сути, мы прошли все основные шаги, необходимые для сборки проектов. Но, как вы понимаете, на каждом из этих шагов может возникнуть много-много разных проблем, много-много ошибок, которые нужно решать. Второй пример будет уже посложнее и поинтереснее. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю взять нашу программу hello.c и разбить ее на две части. Одна будет библиотечная, а вторая непосредственно программа, которая выполняет библиотечный код. Сама программа hello.c изменится незначительно. У нас изменился только заголовочный файл, который мы использовали. И теперь мы используем для вывода на экран слова hello метод, точнее функцию sayHello. Давайте посмотрим на саму библиотеку. И здесь первый интересный нюанс. Я решил скомбинировать в рамках одного проекта программу, написанную на языке C и на языке C++. В общем-то изменения, которые для этого необходимы, минимальны. Давайте посмотрим на программу C++. И здесь в соответствии со спецификацией на язык мы определяем класс, в котором есть конструктор, который ничего не делает. И один метод, который выводит на экран фразу hello world. Теперь, чтобы использовать это в программе на языке C, нам нужно определить функцию, которую мы будем, собственно, язык C прокидывать. И для этого мы используем ключевую фразу extern в кавычках C. Функция, которая будет использоваться на языке C, называется sayHello. Ее мы и видели в теле программы на языке C. И она делает простую вещь. Она создает instance hello world и выполняет функцию say. Ну, то есть понятно, что в результате вызова этой функции у нас должно появиться на экран вот это сообщение. Окей. Давайте теперь посмотрим на содержимое CMake. Lists. И здесь уже будет все немножко сложнее, чем в предыдущем примере. Но, во-первых, мы также указываем минимальную версию, необходимую для нашего проекта. Это CMake minimum required version 3.5. Это значит, что CMake должен быть версии 3.5 и выше. И название проекта Hello. Дальше я решил показать, что язык CMake, он достаточно сложный, может содержать условия, может содержать опции. И расширил пример следующим образом. Раз у нас используется библиотека, я решил добавить опцию, которую назвал useStatic. И сейчас она в дефолтном состоянии on, которая говорит о том, что в проекте будет собираться библиотека статическая, не динамическая. Дальше я решил использовать ключевое слово message, для того, чтобы вывести на экран, во-первых, название текущей операционной системы, во-вторых, статус нашего параметра useStatic. Дальше. Определение целей. Первая цель – это исполняемый файл Hello на базе нашего Hello.c. А вот дальше пошла работа с библиотекой. Во-первых, я указал, что библиотека собирается на основе Hello.cpp и Hello.h, и она собирается в объектный файл. То есть, будет ли она в конечном итоге статическая или динамическая, мы определим далее. Дальше, для того, чтобы собрать библиотеку, используются опции компиляции. И вот здесь у нас связь идет по названию цели. Она и в том, и в другом случае должна быть одинаковой. Мы используем два параметра –WAll и –FPeak. Не будем пока рассматривать эти параметры, если вы занимались сборкой. Я думаю, вы легко поймете, для чего это используется. И вот дальше идет часть, которая зависит уже от того, какой параметр, какое значение параметра мы выбрали. Если мы используем статическую библиотеку, то, соответственно, мы добавляем библиотеку, добавляем цель, в которой указываем статический тип этой библиотеки. И указываем, что она собирается на основе другой цели. И вот название цели опять же здесь приводим. Ну и, соответственно, линкуем эту библиотеку к нашему файлу Hello. Значит, здесь второй вариант есть – это Else. То есть, что если параметр useStatic в каком-то другом состоянии. Тогда мы собираем все то же самое, но с библиотекой, которая является разделяемой. Ну и, собственно, окончание if. Конечно, в CMake могут быть даже и циклы. Ну, в данном случае я их просто не использую. Здесь пример на самом деле показывает все то, что очень часто смотришь в CMakeLists. И это очень такие часто используемые конструкции. Поэтому я их сюда и привел. Ну, давайте теперь соберем. Соберем и посмотрим, что и как здесь можно собрать. Все начинается, как и ранее, с создания папки build. Ну, давайте первым делом соберем все по дефолту. CMake. И здесь мы видим разную интересную информацию. Ну, например, что у нас будет для сборки C использоваться компилятор CC. А для сборки C++ будет использоваться компилятор C++. Дальше мы видим нашу операционную систему. Это наша команда Message. И видим, что наш параметр сборки статических библиотек включен. Ну и сама сборка. Здесь тоже по дефолту все используем. Вот собралась статическая библиотека. Соответственно, произошла линковка. И вот у нас получен результат. Запускаем. Все как и должно быть. Hello World. Окей. Давайте теперь удалим build. Заново создадим. И попробуем теперь изменить значение флага при конфигурировании. Для этого мы опять дадим команду CMake минус D. И вот в данном случае нужно сказать use static off. На самом деле здесь можно использовать значение on off или true false. Да, как бы и то и другое будет использоваться в булевых значениях. Но вот on off иногда просто приятней для глаза. А можно было бы написать false, например, вместо off. Окей. Делаем сборку. Видим, что теперь наш параметр находится в состоянии off. И делаем опять же build. То есть мы сконфигурировали на предыдущем шаге. А теперь делаем build. Видим, что у нас уже скомпилировалась динамическая библиотека. Слинковалась. И самый волнительный момент. Да, запустилась. Если мы теперь скажем удалить нашу динамическую библиотеку. И еще раз запустим программу, то выдастся ошибка. Собственно, это доказывает, что действительно использовалась динамическая библиотека. Ну, на этом все. Надеюсь, вы немножко получили представление о том, как работает CMake. Как с помощью CMake можно собирать программы. Ну, а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания. Продолжение следует...